Агуст Хирт, немецкий антрополог и анатом, Габштурмфюрер СС, глава анатомического института СС в Страсбурге, руководитель медицинских программ Ани Нербе, военный преступник. Родился в Мангеме, Германская империя, в 1898 году, в семье предпринимателя-швейцарца. Посещал местную гимназию Карла Фридриха. В 1914 году, еще будучи гимназистом, записался добровольцем в армию. Участник Первой мировой войны в октябре 1916 года был ранен в голову. Получил медицинское образование в Гейдельбергском университете. В 1921 году получил немецкое гражданство. В следующем году защищал кандидатскую диссертацию на тему «Пограничный ствол симпатикуса» некоторых динозавров. В 1925 году докторскую диссертацию на тему «Направление волокон почечных нервов». Работал профессором анатомии. С 1936 года директор анатомического института университета Граевсвальда. В 1938 году перешел на ту же должность во Франкфурте. А в 1941 занял пост директора анатомического института университета Страсбурга. 1 апреля 1933 года Хирт вступил в СС. А 1 мая 1937 года в НСДАП. Был лично знаком с Генрихом Гиммлером. В 1939 был откомандирован в Берлинскую военно-медицинскую академию, где исследовал терапевтическое воздействие трипофлавина при поражении ипритом. С началом Второй мировой войны в том же году был призван в Вермахт. Служил старшим военврачом. В июле 1942 года с образованием института научных исследований целевого военного назначения в составе Анинерби. Хирт занял в нем отдел АШ. Чтобы избежать повторного призыва в Вермахт, перешел в войска СС. С 1 марта 1942 года в составе личного штаба Рейхсфюрера СС Хирт ставил опыты с эпиритом на животных и на себе. В результате одного из экспериментов сам оказался в больнице с кровоизлиянием в легкие. После начала Второй мировой войны вместо животных Хирт стал использовать в опытах узников-концелагерей. В 1942-1943 годах по свидетельству капа-концелагеря Нацвейлер-Штутгов Фердинанда Колла через опыты Хирта прошло 150 человек, из которых 7 или 8 умерло, а остальные были отправлены в другие концелагеря. В анатомическом институте в Страсбурге Хирт трудился над научным обоснованием нацистских расовых теорий. Институт работал в тесном сотрудничестве с обществом Анинерби. Для своих расовых исследований Хирт создал обширную антропологическую коллекцию из скелетов, черепов и отдельных фрагментов тел, которая позже была обнаружена союзными войсками в кладовой его лаборатории. В качестве рабочего материала использовались умершвленные, специально выстроенные для экспериментов газовой камеры узники Освенцева различных национальностей. 109 евреев, 79 мужчин и 30 женщин, 2 поляка и 4 азиатов из числа советских военнопленных. 25 сентября 1944 года жена и сын Хирта погибли во время бомбежки Страсбурга. После освобождения Страсбурга Хирт с дочерью в ноябре 1944 года бежал от наступающих войск союзников в Тюбинген. В Тюбинген скрывался в Шварцвальде под видом крестьянина, застрелился 2 июня 1945 года в возрасте 47 лет в Шоненбахе, Шварцвальд, французская зона оккупации Германии. Тем не менее, его поиски продолжались до конца 50-х годов. Во Франции Хирт в 1963 году заочно был приговорен к смертной казни. Возможно, именно он был изображен Фридрихом Дюринматом в романе «Подозрения» под именем нацистского военного преступника доктора Фритца Эмменбергера.